Продолжаем выпуск. Нарушения при строительстве комфортных школ выявили аудиторы высшей аудиторской палаты. Национальный проект должен обеспечить комфортными школами десятки тысяч школьников по всей стране. Но, как оказалось, при работах зачастую завышали рыночную стоимость. Другие строили без утверждения проектно-сметной документации. Какие еще нарушения выявили при строительстве комфортных школ, расскажет Анастасия Новикова. Двери этой школы в селе Шаульдер должны распахнуться уже 1 сентября. Ее возводят в рамках проекта «Комфортная школа». Учебное заведение рассчитано на 600 мест и состоит из нескольких корпусов. В каждом есть спортивный зал и столовая. Кроме интерактивных кабинетов, основных уроков, школьники смогут посещать студию робототехники, 3D-моделирование, научиться обрабатывать металлы дерева. Для безопасности установят видеокамеры. «При строительстве используем современные отечественные материалы. На данный момент выполнили 70% работ. 1 сентября школа распахнет свои двери. Для перевозки детей будет предусмотрен автобус». Но не все подрядчики, которые участвуют в программе «Комфортная школа», добросовестные. Проверку инициировали в высшей аудиторской палате. Оказалось, что заказчик должен был разработать единую проектно-сметную документацию и отдать ее застройщикам, чтобы остальным школам не приходилось тратиться на ее разработку. Но смету пришлось составлять самим строителям, что привело к удорожанию проектов на 45 миллиардов тенге. А некоторые школы и вовсе начали стройку без утвержденных ПСД. Установлено, что готовые школы выкупались с превышением сметной стоимости примерно на 36% или на 2,1 миллиард тенге больше расчетной стоимости. При этом три раза переутверждались правила госзакупок, а корректировки вносились в них два раза. На 5 марта 2024 года из 208 школ, строительство которых было начато еще в прошлом году, только 72 возведены выше первого этажа. По 42 школам заложен фундамент. Еще по 47 подготовлены основания, и только по 35 объектам выполнено строительство. И до сих пор не решены проблемные вопросы по 12 земельным участкам под строительство школ. В Самрук Казана Констракшн говорят, нарушений нет. При формировании стоимости школ в 2022 году не учли НДС, благоустройство, техническое оснащение и коммуникации. Поэтому стоимость по сметам превысила заявленную, а стройку начали до утверждения сметы, чтобы уложиться в сроки. Принято было решение о проведении закупок, где выступает подрядная организация строительной компании в консорциуме с проектной организацией. Задача была их разработать проект, пройти экспертизу, но параллельно проводить строительно-монтажные работы. Вот за счет этого мы выиграли время. При этом госэкспертиза затянулась из-за завышения смет на целых 105 миллиардов тенге. Это выявили в Самрук Казана Констракшн. Проекты пересмотрели, а средства сэкономили. Всего же в этом году должны завершить строительство 208 комфортных школ. 98 откроются уже в сентябре. На реализацию проекта комфортные школы в прошлом году выделили 500 миллиардов. В этом году 976. Около 900 миллиардов планируют выделить в будущем году.